Вы владеете, у нас больше ничего нет по поводу состояния дома, по поводу ситуации, которая сложилась, по поводу эвакуации, работы всех оперативных служб, которые на сегодняшний день там работают на месте. Все, что можно в рамках регламента делать по этой ситуации в городе, делается. Второе. Сейчас там работает специализированная организация «Стелобат», которая является одной из лучших в Саратовской области по экспертной оценке состояния несущей конструкции здания. Она работает, и я думаю, что до конца дня, ну может быть завтра там до обеда у нас будет некое экспертное заключение по возможности проживания в незатронутых в чрезвычайной ситуации подъездах и возможности дальнейшей судьбы того подъезда, который у нас сегодня был личный марш и разрушен. Людям предложены альтернативные варианты размещения. Этот пункт временного размещения в школе номер 15, там организовано горячее питание, каждой семье будет предоставлено по классу, с возможностью установки там спальных принадлежностей, кровати и так далее. Будет предложена возможность использования маневренного жилого фонда, это семь квартир пока и в перспективе до 20 квартир мы можем предоставить. Третье – это возможность проживания у родственников, либо снятия квартир с возможной компенсацией затрат для жителей на время нахождения в этом съемном жилье. Соответственно, дом проблемный и вообще жилой фонд лётного городка он проблемный. Из 80 домов более 30 признаны, установлены в законном порядке аварийными. Процент аварийного фонда в этом лётном городке, наверное, с другими территориями один из самых высоких. То есть, по сути дела, 40% жилого фонда признан аварийным. Соответственно, мы сейчас будем думать и готовить свое предложение по решению этого вопроса. Важный вопрос. Сейчас все жители будут находиться у родственников в пункте временного размещения. Хотелось бы узнать, как осуществляется на данный момент охрана их имущества, учитывая отсутствие жильцов в доме. Об этом было сказано на КЧС. Это будет одно из пунктов решения комиссии по чрезвычайным ситуациям. Там на сегодняшний день есть все необходимые силы и средства органов внутренних дел УВД Энгельского района. Охрана имущества будет осуществлена в круглосуточном режиме. Мало того, с учётом решения на конец дня, жители смогут забрать все необходимые вещи, документы, деньги, всё, что ценные вещи, если такое им надо. Поэтому безопасность в полном объёме имущества мы обеспечим. И последний вопрос. По пострадавшей женщине. Какие с Вашей стороны будут предприниматься меры? Может быть, помощь какая-нибудь? На сегодняшний день женщина находится в первой клинической больнице, больнице скорой медицинской помощи. Я буквально 20 минут назад разговаривал с главным врачом. Сейчас идёт всестороннее полное обследование её на предмет травм, которые получены. Состояние её является средней тяжести. И, конечно же, мы с своей стороны обеспечим ей все условия для того, чтобы и обследование, и лечение было на очень высоком уровне. Решение о дальнейшей материале.